Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Визит депутата Западной Армении Басама Тахана в Лион. Гражданин Азербайджана, нарушивший государственную границу Республики Армения, был задержан Артун Оланисян. МИД Российской Федерации. Россия с уважением примет решение сторон об изменении формата карабахского урегулирования. Французский авианосец участвует в операции под руководством США в Сирии. Число безработных в Турции превысило 4 миллиона. Потели обрамян на парижской книжной ярмарке. Во время своего визита в Лион депутат Национального собрания Западной Армении Басам Тахан встретился с армянской и сирийской общинами. В церкви Грекора на Река Ци он встретился с почетным Джорджем Данкае. На встрече присутствовали музыканты Айк Сарикум Чан, Дудук и Мэри Вартанян Канон, которые создали изменительную атмосферу своим исполнением. Айк Сарикум Чан родился в 1985 году. Научился игре на дудуке в Армении у армянских мастеров, которые научили его возможностям инструмента и всем его тонкостям. Мэри Вартанян, родившаяся в Армении в 1980 году, начала заниматься каноном в возрасте 7 лет. Она окончила Ереванскую консерваторию и является одним из лучших армянских исполнителей своего поколения. Военнослужащие ВВС Армении обнаружили и задержали нарушителя армян-азербайджанской границы, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Артур Нованисян. Около половины второго ночи в приграничной зоне на северо-востоке Армении в зоне охранения одной из воинских частей армянские постовые обнаружили нарушителя. Мужчина получил предупреждение, однако требованиям военных не подчинился. Пограничники обезвредили неизвестного нарушителя границы выстрелом в ногу. Он получил ранение в нижнюю конечность, ему была оказана первая помощь, после чего нарушитель был доставлен в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает. Согласно обнаруженным у него документам, мужчина является жителем казахского района Азербайджана Эльвином Арифом Оглу Ибрагимовым 1986 года рождения. Россия с уважением отнесется к решению сторон Карабахского урегулирования об изменении формата переговорного процесса, заявила на префинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В последнее время официальный Ереван все чаще заявляет о необходимости возвращения Степана Керта за столбереговоров. Российская Федерация как сопредседатель Минской группы ОБСЕ неоднократно высказывалась по поводу переговорного формата, изменения которого возможны на основе согласия сторон. Если они на каком-то этапе договорятся, то Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах. Это будет именно решением сторон, и мы будем его уважать, отметила Захарова. Франция Мануила Макрона сделала свой выбор. Шарль де Голь присоединился к ВМС США в Восточном Средиземноморье. 15 марта посол по Сирии Джеймс Джеффри отказался представить график вывода войск США из Сирии. Он добавил, что война против ИГИЛ продолжается. США объявили, что хотят разместить в Ираке только 400 боевиков, а остальные работы должны сделать силы Франции и Великобритании. Под предлогом защиты сирийских курдов Франция останется в Сирии с ее незаконными военными базами. Французский флот уже участвовал в военных операциях против сирийских целей. Про-американская коалиция пытается спасти своих агентов и устранить все следы сотрудничества с террористами, особенно на севере Сирии. Военно-морские силы Франции решили принять участие в новой американской операции. С этой целью французский авианосец 13 марта приблизился к прибрежью Сирии с сопровождающими его кораблями. Об этом 13 марта заявило Центральное командование США Центком. Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что Франция, как и США, покинет Сирию после полного уничтожения исламского государства. Он также подчеркнул, что Париж должен регулировать ситуацию в этом районе, чтобы помочь сирийцам установить стабильность в своей стране и предотвратить негативное влияние других террористических групп в будущем. В 2018 году ливанский телеканал «Аль Маннар» объявил, что американские военные создали новую базу в сирийской провинции Хасака, а Франция отправила военные колонны на эту базу. Коалиция США проводит военные операции против террористической группировки исламского государства в Сирии и Ираке с сентября 2014 года. Действия коалиции не санкционированы сирийским правительством или же Советом безопасности ООН. Статистическая служба Турции публикует данные по безработице и занятости. Уровень безработицы в Турции вырос в 2018 году по сравнению с 2017. В частности, в 2018 году по сравнению с декабрем 2017 года уровень безработицы вырос на 13,5%. 4,3 млн. человек, передает Эрмени Хабер. В отличие от декабря 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2018, уровень занятости населения Турции снизился на 633 тыс. человек и составил 27,655 тыс. человек. Количество рабочих мест в различных секторах также сократилось к 2018 году. В частности, если в 2017 году в сельскохозяйственном секторе было 375 тыс. работников, то в 2018 году число работников достигло 258 тыс. Парижская книжная ярмарка стартовала 14 марта 2019 года. Профессор, писатель и депутат Западной Армении Патили Абрамян также была приглашена на церемонию открытия книжной ярмарки. Мами Ли, Ариан и другие персонажи вместе с Патили Абрамян с нетерпением ждут встречи с вами в павильоне В-75 в воскресенье. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитас Алагяс Ханкицар. Парижская книжная ярмарка стартовала 14 марта 2019 года. Парижская книжная ярмарка стартовала 14 марта 2019 года. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.